Всем привет, друзья! Сегодня говорим о том, как Милан избавился от главной проблемы этого сезона, а великие английские клубы слишком много о себе надумали. Итак, начинаем сегодня с Кубка Италии, где Карл Анчелотти, как тренер, который прекрасно понимает, что фаворитом в любом внутреннем турнире является Ювентус, решил немного подзабить на кубок. На матч против Милана он не выпустил Аспину, Альбиоля, Хамшика, Кальехона и Мертенса. Как-никак, пять основных футболистов, а вот Гатуза меньше сделал перестановок, он выпустил только Лаксальто на левый фланг обороны, а также вместо Чалхануглу вышел играть Барини. И я бы не сказал, что это какое-то ослабление, потому что Чалхануглу и его реализация – это отдельная тема для анекдотов по ходу этого сезона. Да и вообще Гатуза нельзя нигде сейчас производить плохое впечатление, потому что он и так висел на волосинке от увольнения буквально месяц назад. Поэтому ему желательно в каждом матче показывать, во-первых, результат, а во-вторых, игру как можно лучше. Разумеется, главным героем матча стал Пентек, который забил сразу два мяча в первой своей игре в старте за Милан. И здесь-то комментировать нечего. Все все видели, человек взял и в одиночку уничтожил Наполи. При том, что Наполи, конечно же, имел там свои моменты, подходил, заходил в шафтную площадку. Но вот знаете, что они в матче чемпионата били все в доноруму, так и здесь они продолжили этим заниматься. Ну а Пентек, Пентек – это было реально круто, человек в одно лицо все сделал. Меня вот интересует больше другой вопрос. Вот Гонсало Игуаин, если он смотрел этот матч, или там хотя бы нарезку, потом обзорчик, вот он видел эти голы Пентека, как он себя чувствовал? Вот у него уверенности прибавилось, ведь он и так отказался бить пенальти против Шеффилда, потому что он не уверен был в том, что он забьет. А тут приходит на его место польский нападающий, который первый сезон вообще в Европе заявил о себе, и вот так вот сразу стартует. Он делает то, что должен был делать Игуаин. То есть ему просто швыряют мяч, а он там разбирается. И Калиду Кулебали не смог ничего сделать с Пентеком, а это, ну, как бы это аргумент из аргументов, Виталий. Если ты обыграл один в один в матче Кулебали, если он на тебе нарушил, заработал на тебе желтую карточку, значит, ты реально очень многого стоишь. Пентек начал очень здорово, поэтому можно, конечно, продолжать его хвалить, но давайте посмотрим, что будет дальше. Старт, конечно же, великолепный. И еще один маленький нюанс я заметил, когда Кутроне выходил на замену Игуаину, то он всегда вылетал на поле, там, глаза большие, летит, сейчас я, сейчас я помогу своему тренеру. То вот здесь, когда он выходил вместо Пентека, он, так знаете, плечи вниз, голову вниз, такой пешочком вышел, потому что он понимает, что как бы его Гатуза не любил, но так как Пентек, он пока играть не может, и результат такой давать не может. Завтра Интер и Лацио решат между собой, кто же из них сыграет в полуфинале Кубка против Милана. Обе команды не могут выиграть уже два матча подряд, но если Лацио играл против Наполи и Ювентуса, то Интер играл всего лишь против Сосуоло и Торино. Если Интер еще более-менее прочно сидит в зоне Лиги Чемпионов, то для Лацио Кубок это запасной ход в Еврокубке. Так кто же выйдет на Милан? Опрос, как всегда, в подсказке. Манчестер Юнайтед слишком поверил в себя. Они выиграли 8 матчей подряд, и это их изрядно опьянило, потому что они очень быстро прошли путь от команды, которая стабильно раз в две недели позорилась, а то иногда и чаще, до команды, которая, во-первых, непобедима, во-вторых, претендует на зону Лиги Чемпионов, в-третьих, еще в этой Лиге Чемпионов как бы не все потеряно, а в-четвертых, есть еще Кубок Англии, и там тоже хорошие результаты. Когда пришел Сульшер, они сразу разнесли всех аутсайдеров, потом обыграли на контратаке Тоттенхэм, а потом обыграли на этих же контратаках Арсенал, который был как бы без обороны, потому что те защитники основными переломались, потом вышли люди, которые как бы вообще не защитники. Таковы факты, но самый главный факт заключается в том, что этот Манчестер Юнайтед, конечно же, гораздо интереснее того, что был у Жозе Мауриньо. Но этому Манчестеру рановато валять дурака. Этот Манчестер как-то уже слишком поверил, что они, во-первых, команда, которая настроена, которая способна уже на классе, так скажем, на холостом ходу обыгрывать соперников с нижней части турнирной таблицы, и они за это поплатились. Как командно, так и индивидуально. Потому что в этом матче, например, против Бернли дома, Рэшфорд, ну, так скажем, поймал звездочку. Потому что человек то мяч принять не может, хотя он примет такие 10 из 10, например, на тренировке, или если будет просто собран, то он выходит один в один и с трех метров пробивает с носка в угловой флажок. Это же просто не собранность банальная, это не отсутствие техники или там еще чего-то. Это просто выход, так скажем, с опущенными рукавами. С полуопущенными. Они как бы, это же Бернли, мы же тут только что, Арсенал, да Тодденхэм, а это же всего лишь Бернли. И Рэшфорд был как олицетворение того, что Манчестер Юнайтед был психологически не готов к этому матчу. Самому Рэшфорду, конечно же, вправят мозги. И очень быстро, буквально за один день, возможно, это дело уже было сделано. Но провтыкал тренерский штаб этот момент перед этим поединком. Потому что Рэшфорд был явно что-то как-то не готов. 70 минут Манчестер Юнайтед не мог создать нормальный стопроцентный голевой момент, если мы не берем в учет выход Рэшфорда один в один, потому что он его просто взял и запорол. 70 минут, кроме этого, ничего больше не получалось. И только после того, как Перейр привез гол в свои ворота, как он там заснул, и после того, как заменили Ромелу Лукаку, вот оно, совпадение, да? Только после этого Манчестер начал создавать и буквально за 20 минут наиграл на 4 забитых мяча по ИКЖ. На 4 забитых мяча. Но это уже было, знаете, такое собачий голос. Это надо было делать раньше, начинать гораздо раньше. Вообще, просто первый тайм взяли и забрали у себя футболисты красной команды из Манчестера. Что касается тактических моментов, ну нифига же интересного, потому что был просто автобус на Олд Траффорд. И это был не Манчестер Юнайтед. Бернли спокойно отстоял. По-другому они играть и не могли, и они воспользовались ошибками. Два момента, два гола. Такое часто происходит вот в подобных поединках, когда лидер сразу не берет на себя инициативу и ответственность, а как бы, ну мы сейчас пока раскачаемся, пока туда-сюда, а там уже и соперник поверил в то, что он у тебя заберет очки. Это и так очень хорошо, что они смогли в конце отыграть два мяча, и по сути Сульшер не потерпел первое поражение. Ну и нельзя было здесь проигрывать, потому что Манчестер не заслужил здесь поражения, потому что ну слишком много моментов было в концовке встречи. Надо уяснить, что это не была какая-то там трагедия, ничего страшного не произошло. В подобных ситуациях теряют очки все топ-команды в Англии в этом сезоне, кроме Ливерпуля пока. То есть это нормально. Просто необходимо объяснить футболистам, что то, что они выиграли восемь матчей подряд, это пока ничего не значит. И что нельзя выходить на матч с мыслью о том, что ты его уже выиграл. Вот и все. А по игре все было нормально. Все было вполне, ну конечно же, только в последние 20 минут. Похожая ситуация была у Арсенала, который 65 минут тоже ничего толком не мог создать дома. В матче против Кардифа единственное отличие в том, что в данном поединке Кардиф нанес по воротам Арсенала 17 ударов на секундочку. И Арсенал тоже по воротам Кардифа те же самые 17 ударов нанес. То есть как бы, ну потому что оборона у Арсенала какая была в этом матче? Центр обороны. Мустафи, Монреаль. А? Обалденно какая пара. И конечно же, Кардиф имел моменты и тоже мог забивать. И забил там только один мяч, а не два как Бернли. А Арсенал проснулся примерно в то же самое время, что и Манчестер Юнайтед. То есть здесь вот ситуация немножечко поинтереснее, но она бы была еще интереснее, если, например, Арсенал потерял очки. Ну а так класса футболистов Арсенала хватило для того, чтобы забить на один гол больше, чем соперник. Вот здесь я бы хотел сделать вывод какой. Если бы, например, Арсенал и Манчестер поменялись бы соперниками в этом туре, то мы бы наблюдали вот просто обратную картину. В том плане, что, наверное, бы Арсенал сыграл бы в ничью с Бернли, а Манчестер бы выстрадал эту победу у Кардива, потому что Кардив, ну, реально очень слаб в этом сезоне. И вот просто так случилось, что вот Манчестер и Арсенал выдали примерно одинаковые матчи, но уровень соперника позволил одним все-таки сыграть ничью, а другим победить минимально. На самом деле никакого там чего-то такого концерта не было, что удивительно, потому что обычно Арсенал дома с подобными командами набивает свою разницу мячей. Но это был еще не конец, потому что в этот день почему-то все топовые команды английские начали вытворять какую-то непонятную ерунду. Манчестер Сити вообще выдал, ну, шедевр, я считаю. Потому что если Арсенал и Манчестер Юнайтед вышли с мыслью о том, что они уже выиграли матч, то Манчестер Сити еще и подтвердил этот свой статус, получил подтверждение этим своим мыслям на первой же минуте, там на 25-й секунде, Агуэро забил гол. И казалось бы, что может быть легче? Манчестер Сити, команда, которая очень тяжело вскрывает самые разные автобусы, получает сразу карт-бланш, забивает, значит, надо Нью-Каслу немножечко подняться, да раскрыться, потому что они играют как-никак дома. И вот здесь Сане, Стерлинг, они получат свои моменты, плюс Агуэро, все будет, все будет хорошо. И так случилось, что после этого гола, на первой минуте, ну штиль, по меркам Манчестер Сити, они не создали вообще ничего. Вообще, и вот тут главный вопрос. И можно сейчас копаться в причинах, что же там такого, Рафаэль Бенитес придумал. Но это было бы очень классно и прикольно, знаете, так, что-то задвинуть какую-то умную телегу, но вот я редко это говорю, очень редко, потому что я все-таки пытаюсь найти какую-то причину иногда, пойти на доску, нарисовать, а что же там кто-то придумал, почему вот так, а не иначе. Но, блин, это был такой простой случай, как и в матче с Манчестер Юнайтед Берли и Арсенал Кардив. То же самое. Они просто бросили играть с мыслью о том, что они уже этот матч выиграли, и тем более сразу забили. Вот и все. Ну, не было там плана Бенитеса. Ну, все, чем был недоволен, хотя, ну как, Бенитес сказал после игры, у нас был план, мы там как бы, даже если мы пропустили гол так быстро, мы спокойно отреагировали, футболисты молодцы. Какой там нафиг план? Ну, какой там план? Ну, сидят они в обороне. Ну, сидят, сидят. Потом вышли в вылазку, там куда-то, что-то подача, гол там, попытались поймать Сити на ошибке, все. А потом заработали пенальти, который в нормальной ситуации не зарабатывается, потому что Фернандиньо взял, да и заснул в своей штрафной площадке. Это происходит раз в сезоне. Какой там план? То есть все было абсолютно точно так же, как и в тех других поединках. То есть соперник пытается там из обороны что-то потом вылезти вперед, а Манчестер Сити думает, что он уже эту игру выиграл. Вот и все. Все максимально просто. К большому сожалению, потому что реально было бы сейчас интересно пойти на доску, а там что, там куда, как, Гвардиолу кто-то победил тактически. Блин, как же это интересно. Нет. Нет. Ньюкассел сыграл в то же самое, что и Бернли. Действие, количество ударов одинаково, и голы точно так же одинаково забиты. Потому что что? Пенальти, который привез Фернандиньо, это то же самое, что сделал Перейро. Абсолютно то же самое. Ну и первый гол Рандона, это как бы, когда все спустили гетры в обороне Манчестер Сити, и как бы они не верят в то, что им забьют. Они даже не думают. Они даже не думают. Я сейчас сделаю вывод в конце, но хотел бы еще сказать вот о чем. Карта передач Манчестер Сити в этом матче выглядит, ну так скажем, немножко странно, потому что мяч там в основном между защитниками и Фернандиньо. Вот они возили-возили, там Дебрюйне подключится, получит там куда-туда-сюда передачу, или Силва, но Сане, Стерлинг и Агуэрро получали слишком мало мячей, как для команды, которая владеет этим мячом, ну так скажем, львиную долю времени. Вот и все. Они, что, кто им мешал? Футболисты Ньюкасла, которые идут там внизу таблицы, которым очень тяжело выиграть матч там у условных Борнмутов, хотя я не знаю, как они сыграли, я не помню в этом сезоне, но условных, назовем их так, вот они помешали? Серьезно? Да как бы нет. Мысль вот только, вот тут вот все застряло, остановилось, и они начали катать мяч между собой в центре поля и между защитниками. Хотя могли, конечно же, пытаться забить еще и еще, потому что это Манчестер Сити. Пеп Гвардиола сказал после игры, вернее, он так, поехал в сторону того, что тяжело участвовать в трех турнирах, вообще не к месту, вообще не вовремя. Где тебе тяжело участвовать во всех турнирах? Или там в трех, в четырех он даже участвует, да. Где тяжело? В кубках у тебя дубль играет, у тебя, слава богу, скамейка, ну как бы достаточно. Роттерхем, Бертон, Волверхэмптон, который получил удаление в первом тайме еще, Бернли и Хаддерсфилд. Где ты так тяжело устал? Вот мне интересно, где Манчестер Сити потерял столько очков? В Лиге чемпионов пока нет, в кубках играет дубль, в чемпионате были Бернли, Волверхэмптон с удалением и Хаддерсфилд. Где ты устал? Поэтому Гвардиола, конечно же, пытался найти отмазки, отмазок нет. И вот я бы хотел завершить чем сегодняшний обзор? Извините, что нету тактики, но не было ничего интересного. Не было. Просто автобусы добились кое-каких результатов хотя бы раз в сезоне. Вот игра в обороне Манчестер Сити при первом голе. При голе Рандона. Когда Стерлинг просто не захотел доработать за своим по флангу. Бросил. Ну сейчас там защитник перехватит. А Стерлинг бросил и там пошла подача. Потом вынос подбор за Ньюкаслом возвращение обратного мяча туда. А защитники как бы хотели выйти, но не успели. И вот это вот это нежелание чуть-чуть сверх силы приложить, ну так сделать шаг пораньше, добежать за соперником. Вот это доказывает в очередной раз, что футболист это не профессия. Сейчас объясню почему. Потому что футболисты не несут ответственности за свои действия. Ну они в этом матче так сыграли, в другом матче уже лучше, смотри, вот уже и мнение тебе общественности гораздо лучше. А тут я не добежал, но я потом это отработаю. Но на любой другой работе, там где люди действительно занимаются каким-то полезными делами, за любые вот такие просчеты в работе их бы увольняли. Вот это называется профессия. И кроме того, профессия это тот вид деятельности, ну так скажем, вы меня, короче, понимаете, то, что приносит людям пользу. Футболист не приносит людям пользу, не приносит пользу общественности, он просто развлекает. Это работа, не профессия, это просто работа. Офигенно, хорошо оплачиваемая, но все же просто работа. Наконец-то случился трансфер в Китай, который лично я полностью поддерживаю и одобряю. Сандро Вагнер ХЗ зачем приходил в Баварию, но он всем говорил тогда о том, что он самый крутой нападающий с немецким паспортом. В общем, сказочник был еще тот. И он понял, что поскольку эта работа может приносить ему больше, то пора перестать строить из себя недооцененного мастера и продаться со всеми потрохами в Китай. Теперь Сандро Вагнер получает зарплату на уровне топ-нападающих этого мира. Что еще раз, кстати, доказывает, что это не профессия. Это тебе просто крупно повезло. Потому что плохой врач не может получать зарплату на уровне хорошего врача. У меня все. Друзья, большое спасибо вам за просмотр, за лайк и комментарий под этим видео. Увидимся уже совсем скоро в новом обзоре. Скорее всего, завтра. Играйте в футбол. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова